64% кыргызстанских детей в возрасте до 10 лет плохо владеют навыками чтения. Это данные исследования ЮНИСЕФ. Читать о нашей стране стали и хуже, и меньше. Исправить ситуацию можно при содействии общественных библиотек, уверены представители программы Мерсико. Совместно с Американским университетом в Центральной Азии они организовали конференцию библиотекарей Кыргызстана. Инициатива принадлежит АУЦА. Ну, идея, она уже появилась давно, поскольку, несмотря на то, что мы университетская библиотека и университет, тем не менее у нас есть большой компонент по работе с сообществом. И все наше сообщество университетское работает с различными организациями в разных регионах. И публичные библиотеки не исключение. Мы ведем большую работу с ними по оснащению их электронными ресурсами, оказываем поддержку по различным программам. И, к примеру, наши такие программы, как экология, экологическое развитие, или какие-то разработки наших профессоров департамента математики. То есть мы это также стараемся распространять на публичной библиотеке, делимся разработками, делимся последними методическими пособиями и практическим опытом. Математическая часть этой задачи, ну что, собственно говоря, здесь на следующем этапе. Сколько персонажей сказки тянут репку? Напишите это число. Сколько их было в прошлый раз? Сколько прибавилось? То есть элементарные упражнения на сложение и вычитание. Вот одно из таких математических пособий, которыми АУЦА поделился со школами Кыргызстана. Книга «Живая математика». Благодаря поддержке нашего университета, американского университета, тем более, что в этом году 30 лет университету, и вот были выделены деньги, и нам удалось издать книжку, которая написана на основе, в общем-то, я считаю, замечательной русской народной сказки «Репка». Вот мы считаем, что репка, даже репка, это очень математично, если в нее глядеться, задуматься. И вот мы сделали эту книжку, издали достаточно большим тиражом тысячи экземпляров, и мы просто ее раздаем по школам и библиотекам. И мы думаем, что это вот где-то первая ласточка. У нас на выходе следующая книжка, тоже с таким говорящим названием «Колобок» у нас будет. Чтобы получить читающую страну, приучать к чтению надо с раннего возраста, заверяют педагоги. Обеспечить маленького читателя книгами Кыргызстану помогают международные партнеры. Благодаря программе «Мерсико» уже издано 500 наименований, общим тиражом 272 тысячи экземпляров. Они уже поступили в школы и общественные библиотеки. Программа комплексно подходит к этому вопросу. Есть компонент, который именно работает с преподавателями начальных классов, по повышению их квалификации, улучшению их навыков преподавания, оценки, чтения для детей. Большой компонент также заключается в том, чтобы предоставить школам и библиотекам материалы, которые соответствуют возрасту, соответствуют навыкам чтения начальных классов, и которые есть на русском и на киргизском языке. Это тоже, мне кажется, очень важно, что книги, которые мы печатаем, они разработаны именно киргизскими авторами. Это очень важно. Что мне еще очень нравится в нашей программе, что эти книги, они не только есть в печатном варианте, они и в цифровом варианте. Их можно бесплатно получить доступ в библиотеке онлайн. И есть даже книги, которые есть в аудиоформате. То есть для детей с ограниченными возможностями тоже можно их использовать. На сегодня в Кыргызстане насчитывается 1060 библиотек. Их общий республиканский книжный фонд – около 20 миллионов книг. Это примерно по три книги на каждого кыргызстанца. Эксперты уверены, это крайне мало и заверяют. В современном мире цифра должна быть как минимум двое больше. Но перед библиотеками, кроме вопроса, что предложить читателю, сейчас стоит еще и задача – научиться завлекать его. Этому была выделена целая сессия конференции. В список библиотек с лучшей практикой вошла Чуйская областная. Я как сотрудник библиотеки считаю, что общественные библиотеки играют одну из основополагающих ролей по привлечению читателей. А читатель наш начинается с самого маленького возраста. То есть на сегодняшний день раннее чтение – это очень важный аспект для того, чтобы в будущем человек был читающим. Практика наша очень обширна. Мы привлекаем и раннее чтение, то есть это работа центров раннего развития в Чуйской области. Их 26 у нас центров. При общественных библиотеках приходят дети, которые не посещают социальные учреждения, то есть детские сады, дошкольные учреждения, образовательные центры. Это дети, которые не посещают, а значит нету коммуникации у них. Поэтому, когда они приходят в библиотеку, они получают в первую очередь навыки коммуникации и, естественно, через книгу. Вторая ступень, когда ребенок идет в школу, начальную школу. Помимо школьной программы, которую они проходят, они обязательно приходят за внеклассным чтением, за мероприятиями. А это большой аспект мероприятий. Это открытые уроки, это какие-то творческие лаборатории, мастер-классы. Сейчас при Чуйской областной библиотеке работает, например, целый месяц июнь детская площадка. Общественные библиотеки могут стать не только центром чтения, но и центром изменения качества сознания, в особенности в вопросе экологического воспитания. Американский университет Центральной Азии на конференции выступил с идеей приобщения библиотек к движению рационального и безопасного использования отходов. Собираем несколько видов отходов у нас здесь в кампусе ВАУЦА и сдаем на переработку. Это макулатура, пластик, чеки, батарейки, электронные отходы. И на этом мы даже еще и зарабатываем. То, что раньше уходило просто на свалку, сейчас это является небольшим доходом университета. Вот, например, за 15 месяцев, если посчитать в целом по отходам, которые мы сдали на переработку, это более 32 тысяч сомов мы заработали. Именно об этом мы будем сегодня рассказывать представителям библиотек и хотим попробовать с ними наладить такую же систему сбора отходов и сдачи на переработку у них. Потому что они же все в регионах находятся. И в регионах библиотека – это место, не просто место, куда люди приходят брать книги, взрослые дети, но еще место проведения культурных мероприятий в той или иной местности. И библиотеки могут тоже начать собирать у себя хотя бы макулатуру, принимать от населения. Потом ее сдавать на переработку, а вырученные деньги тоже пускать на какие-то свои нужды или другие мероприятия. О необходимости отойти от мысли, что библиотека – это исключительно книгохранилище, говорят и в госорганах. Там заверяют, что плотно занимаются переформатированием книжных заведений. А свои заверения подкрепляют данными. При 120 библиотеках страны открыты центры развития детей. Конечно, эта цифра маленькая, но все же лучше, чем ничего.